Весна 1945 года. Руководство фашистской Германии вступает в тайные переговоры с Великобританией и США. Цель заключение сепаратного мира за спиной у советского руководства. Однако операцию «Санрайз-Кроссворд» удается сорвать нашему разведчику. Вряд ли найдется человек, которому не знаком сюжет легендарного фильма «17 дневновений весны». Но все ли события в его основе реальны? И кто на самом деле был прототипом Штирлица? Кому бесславие, а кому бессмертие? Когда в 1973 году с телеэкранов звучали эти позывные, улицы городов пустели. Сериал «17 мгновений весны» смотрела вся страна, а штандартер фюрера СС Штирлица зрители считали реальным человеком. Письма, адресованные Штирлицу, получала и режиссер Татьяна Леознова, и автор сценария Юлиан Семенов. Его дочь Ольга некоторые из этих посланий до сих пор помнят наизусть. Самое смешное было письмо Семенову для Штирлица. Отец открывает, там написано Юлиан Семеновичу, срочно передайте это секретную информацию Максиму Алексеевичу. И дальше на пяти страницах какой-то непонятный текст из букв и из цифр, шифровка. Когда вот вышел фильм на экраны, потом начали искать прототипов Штирлица. И фактически чуть ли не все местные газеты, региональные, за время своего существования хоть одного прототипа Штирлица да нашли. Знаменитые Рихард Зорге и Норман Бородин, никому неизвестный Исай Боровой, соратник Держинского Яков Блюмкин и даже офицер гестапо Вилли Леман. В каждом из них искали сходство со Штирлицем. Кто же в действительности стал прообразом главного героя? Да и мог ли существовать человек, способный в одиночку разрушить планы Третьего Рейха и западных спецслужб? Агентура такого высокого уровня у нас была, в том числе и в структуре Генерального штаба сухопутных сил Вермахта. Основа сюжета фильма абсолютно реальная. В рамках операции «Санрайз-Кроссворд» американское и английское правительства проводили тайные переговоры с верхушкой Третьего Рейха. Речь на них шла о досрочной капитуляции гейтлеровских войск на Западном фронте, в обмен на гарантии безопасности для нацистской верхушки. Вам необходимо выяснить, являются ли эти попытки контактов. Первое – дезинформацией. Второе – личной инициативой высших офицеров СД и СС. Третье – выполнением задания Центра. Возможности заключения сепаратного мира обсуждались весной 1945 года в Швейцарии. С американской стороны переговоры вел Ален Даллес, в будущем создатель ЦРУ, а тогда глава Бернского разведцентра управления стратегических служб. Его партнером со стороны Германии был главный уполномоченный СС генерал Карл Вольф. Я готов предоставить в ваше распоряжение мою организацию, а это самая мощная организация в Германии – СС и СД. В ваше распоряжение, в распоряжение ваших союзников, для того, чтобы добиться окончания войны и не допустить создания коммунистических режимов. Почему для руководства СССР было принципиально важно знать, что именно обсуждают союзники и представители рейха? Ведь война заканчивалась. Победа была делом решенным. Однако от результатов переговоров напрямую зависело будущее Европы. Единственная возможность спасти Европу от большевизма – это сделать перемирие с немцами. Быстро. Актер Вячеслав Шалевич, сыгравший в картине роль Даллеса, вспоминает. При создании образа ориентировался на единственную фотографию своего героя. Ведь в те годы о Даллесе слышали разве что в КГБ. У нас, как по штампу, если враг, то черным рисуется. А здесь очень была определенная задача, что это очень разумный враг. И не так прост, как кажется. И все же ни Даллес, ни британские дипломаты не смогли довести операцию «Санрайз» до логического завершения. Сталину стало известно о переговорах. Причем и Рузвельт, и Черчилль попытались сначала отбрыкнуться, но Сталин настолько жестко продевил им аргументацию, что они не смогли уже ничего сделать. Все, они дали приказ, а они дали прекратить эти переговоры. Уровень секретности, окружавший операцию «Санрайз», был очень высок. Когда Юлиан Семенов спустя два десятилетия после войны начал собирать информацию о ходе переговоров, он понял, что за ним ведется слежка. Отцу нужно было улетать. По аэропорту за ним шпионили такие ребята американские с армейской выправкой. И даже в самолете, когда он уже улетал, возле него село трое ребят, таких мускулистых, с армейской выправкой. И не давали отцу выйти в туалет, следили за ним. Но это не остановило Семенова. Очевидцев тех самых памятных мгновений весны он искал по всему миру. Побывал даже в Латинской Америке. В Германии встречался с Карлом Вольфом. Уполномоченному Третьего Рейха в операции «Санрайз» удалось избежать Нюрнбергского процесса. За военные преступления он отсидел два небольших срока и в начале 70-х вышел на свободу. У него был принцип такой журналистский. Если ты хочешь что-то добиться от человека, вот ложись на пороге его дома и не сходи с места, пока не добьешься. Как же на рубеже 60-х, 70-х советский писатель получил такую свободу передвижения? Почему беспрепятственно ездил по миру во времена железного занавеса? Долгое время ходили слухи. Семенов сам сотрудничает со спецслужбами. Он говорил, что советский человек за рубежом выполняет задания Родины. Выполнял ли Семенов какие-то задания? То есть был бы он в прямом смысле Штирлицем в деле? Нет, конечно. Он не был ни агентом, ни кадровым сотрудником, тем более КГБ. Однако то, что у Семенова были особые отношения с Юрием Андроповым, в то время председателем КГБ, правда. Но речь идет не о секретных заданиях. На самом деле Андропов был одним из наиболее преданных читателей Семенова. Юрия Семеновича купить было сложно, потому что по кему были не нужны черные волги. Зарплата тоже не нужна, он хорошо зарабатывал. Ему нужна была свобода. И вот Андропов эту свободу ему дал. Штандартенфюрер Штирлиц. Известный в Москве как полковник Максим Максимыч Исаев только высшим руководителем. Настоящее имя героя книг Юлиана Семенова – Всеволод Владимиров. Максим Исаев – его первый оперативный псевдоним. Литературный персонаж стал главным действующим лицом 14 романов, написанных в течение 20 лет. О реальном человеке, которому Владимиров Исаев обязан своим появлением на свет, Семенов рассказал в своих воспоминаниях. Летом 21-го года в редакциях нескольких владивостокских газет появился молодой человек. Было ему года 23, он великолепно владел английским и немецким. Максим Максимыч, так звали молодого человека. В 1933 году Юлиан Семенов назвал его Макс Отто фон Штирлиц. Под этой фамилией вымышленный разведчик делал карьеру в Германии. Именно псевдонимы героя дали первую подсказку, кто же был возможным прототипом Штирлица. Яков Блюмкин – революционер, чекист, разведчик, ближайший соратник Дзержинского. А вот его псевдонимы – Исаев Владимиров Макс. Совпадение вплоть до деталей. В октябре 1921 года Блюмкин под вымышленной фамилией Исаев был командирован в Ревель. Задача – обнаружить заграничные связи работников Гохрана. Этот эпизод стал основой сюжета книги Юлиана Семенова «Бриллианты для диктатуры пролетариата». Первый из серии о разведчике Штирлица. Это абсолютно реальное дело, и выезжал туда, в Эстонию, для его расследования, вот именно Яков Блюмкин. Яков Блюмкин был расстрелян в 1929 году по обвинению в троцкизме. А это значит, что стать разведчиком в нацистской Германии он никак не мог. Возможно, прототип Штирлица нужно искать в самой Германии. Совершенно секретно. Личное дело Мюллера Генриха, группенфюрера СС, руководителя 4-го отдела РСХА. Тайная государственная полиция. Гестапо. Шеф гестапо Мюллер – единственный персонаж картины, который совершенно не похож на своего исторического двойника. Режиссер Татьяна Леознова добивалась максимального сходства своих киногероев с реальными. Но вот с Мюллером вышла осечка. Ну, Леонид Семенов так написал, что Штирлиц является ровесником века, то есть человеком, родившимся в 1900 году. То Мюллер тоже родился в 1900 году. Они, в общем-то, одногодки. По фильму, естественно, Леонид Броневой лет на 10 старше Штирлица. С чем связано это удивительное несовпадение? Может быть, авторы фильма таким образом специально привлекали внимание к Мюллеру? Ведь, согласно еще одной версии, он-то на самом деле и был прототипом Штирлица. Вальтер Шелленберг в своих воспоминаниях писал, что в конце войны глава гестапо Мюллер был завербован советской разведкой, а потом тайно вывезен в Москву. Мюллер считался без вести пропавшим с конца апреля 45-го года. А бывшие товарищи по Рейху подозревали его в связях с советской разведкой и искали по всему миру вплоть до начала 90-х. И лишь в октябре 2013 года эта версия была опровергнута. Останки Мюллера обнаружили в Берлине. Все-таки он погиб в мае 45-го года во время уличных боев в Берлине, как и Борман, и был тайно похоронен по злой иронии судьбы именно на старом еврейском кладбище в самом центре Берлина, в ближайшем к имперской канцелярии, где окончил свои дни сам Гитлер. Уровень осведомленности Штерлица, звание, аналогичное нашему званию полковника, указывают на то, что его прототип следует искать среди сотрудников аппарата СС. Историки спецслужб полагают, таким человеком мог быть сотрудник гестапо Вилли Лемон. Наша разведка знала его под именем агент Брайтенбах. Задачей Лемона было обеспечение безопасности на военных объектах и слежка за дипломатами. За те 12 лет, что он помогал советской разведке, в Берлине не произошло ни одного провала, связанного как раз с деятельностью там советских представителей. По той причине, что обо всех действиях против СССР Лемон узнавал фактически в числе первых лиц. Единственной слабостью Лемона была его страсть к скачкам. Его и завербовали в 29-м году после очередного крупного проигрыша. Лемон регулярно получал приличные суммы от нашей разведки и честно их отрабатывал. Но ценный сотрудник был провален в 42-м году. Офицер был тайно расстрелян, об истинных мотивах его смерти не узнала даже жена. На Штерлица он не похож вообще. Мало того, что он работал в контрразведке, а Штерлиц в разведке, то есть элита. Чин у него был совершенно другой, он был немец. И кроме того, как мы уже говорили, он был не разведчик, он был агент. Главное же, как считают эксперты, капитан Вилли Лемон никогда не смог бы выполнить задание такого уровня. С каким справился Штерлиц? Этим переговорам не быть. Я не дам Гиммеру. Данные об операции «Санрайз» были получены Советским Союзом действительно по каналам разведки. Однако не из Германии, а из США. Возможно, именно там и стоит поискать настоящего Штерлица. Там у нас действительно был настоящий, но не Штерлиц, а Исак Абдулович Ахмеров. Нелегальный резидент. Поток информации, который шел от Ахмерова, был невероятен. Он знал буквально все, что делает Аллен Далес в Швейцарии. Вилли Лемон из «Хак Ахмеров». Прототипом Штерлица мог стать каждый из них. Даже отец писателя Семен Ляндрес, если вдуматься, годится на эту роль. Ведь именно его судьба написана в последнем романе о Штерлице «Отчаяние». Штерлиц оказывается за стенках Лубянки, и где его пытают, где его мучают. Это полностью списано из жизни Семена Александровича, отца Юлиана Семеновича, которого посадили в тюрьму по 58-й статье. Возможных прототипов Штерлица насчитывают не менее двух десятков. Выходит, легендарный разведчик – это образ собирательный. В поисках ответа стоит обратить внимание на подсказку самого Юлиана Семенова. Писатель зашифровал ее в сценарии фильма. Если точнее, в характеристике на Макса Оттофон Штерлица. Безуколиден выполняет свой служебный долг. Беспощаден к врагам Рейха. Отличный спортсмен. Чемпион Берлина по теннису. Это фотография разведчика Александра Короткова. Его называли королем нелегалов. Перед войной он руководил резидентурой в Берлине. И профессионально играл в теннис. Невозможно не заметить поразительное внешнее сходство реального Короткова и экранного Штерлица. Человек, которого можно назвать прототипом Штерлица – Александр Коротков. Прекрасный спортсмен-теннисист. Разведчик Александр Коротков работал в Берлине один. Семья его оставалась в Москве. Так же, как и у Штерлица. Московское командование, зная об этом, устроило ему здесь, в этом кабачке, встречу с женой. Кстати, знаменитой встречи с женой в книге нет. Юлиан Семенов, хорошо знакомый с правилами поведения разведчика-нелегала, был против этой сцены. А вот провал радистки Штерлица Кэтрин Кин, Кати Козловой, был задуман Юлианом Семеновым с самого начала. У Нормана Бородина тоже встал такой вопрос с родами жены, на каком языке она будет кричать «мама», потому что он был нелегалом до войны во Франции. В фильме Штерлиц спасал радистку Кэт. В реальности Александр Коротков принимал участие в судьбе Анны Филоненко, которые считают прототипом Кэт. Именно король нелегалов готовил русскую радистку к миссии разведчицы. Ниточки от Короткова тянутся и к агенту советской контрразведки Вилли Лемону, от которого он получал информацию. Закончил войну он, как и Штерлиц в Берлине, в апреле 1945 года. Причем имел конкретную задачу тех ее помощников, которые на тот момент оказались в осажденном Берлине, в воюющем городе найти. Май 1945 года. Немецкая делегация во главе с маршалом Кейтелем подписывает акт о безоговорочной капитуляции Германии. Присмотритесь к этой фотографии. Вот Кейтель. Ему протягивают текст акта. Вот маршал Жуков. Внимание! За спиной у Кейтеля тот самый Александр Коротков. Король нелегалов и возможный прототип Штерлица. Официально он переводчик Жукова. Фактически выполняет последнюю секретную миссию на этой войне. Контролирует поведение Кейтеля и следит, чтобы с немецкой стороны не было неожиданностей. В 2011 году газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала выдержки из секретного доклада Минюста США. В нем говорилось об операции «Санрайз». Как следует из документов, в результате тайных переговоров в 1945 году немецкие армии на Западном фронте начали сдавать крупные города без боя. Скрыться от возмездия удалось 30 тысячам гитлеровских чинов. Думаю, нас ждет еще немало открытий о прототипах Штерлица и новых фактов в истории Второй мировой. Субтитры создавал DimaTorzok